Рыбакит папа рисует Ага, привет ребят! Вы на канале Рыбакит и сегодня урок для родителей как научить ребенка рисовать я что-то свои идеи какие-то расскажу для вас и следующий способ когда я рисую я стараюсь рисовать не только мелками карандашами, красками но и простым карандашом это очень помогает, ручкой очень удобно рисовать сейчас я взял 8Б карандаш очень-очень мягкий и нарисую такой способ как вы можете показать ребенку как можно рисовать вы можете показать ребенку как рисовать белочку, но сначала нарисуйте несколько фигур которые вы должны нарисовать вот есть несколько фигур, которые вы должны помочь ребенку нарисовать, нужно нарисовать голову белочки и глаз также нарисовать два уха белочки, вот так два треугольчика рисуем белочки после этого нарисуйте белочки вот такую лапку и нарисуйте ей И ножку. Ножка вот здесь идет, она залазит немножко, а здесь вот такой вот хвостик. Белочка такая простая получится, но это очень полезный такой, мне кажется, урок рисования. И лапки нарисуем белочки. Девочки, белочки. Вторую лапку. При этом вы можете рисовать вместе с ребенком. Вместе с ним же нарисовать все это дело. Прям у вас так же все получится. Здесь можно рисовать орешек. К примеру, орешек. Она держит орешек. Вы можете нарисовать и показать, что в это время, когда вы рисуете, он смотрит на вас. Это будет интересно. Вот в этом вы нарисовали, вот это. А теперь продолжаем рисовать вместе. Что нужно рисовать ребенку? Нужно показать, что нужно закрасить, закрасить, закрасить глазик. А теперь обвести. Обводим. А после этого вот такими движениями, ровненькими штрижками попробуйте, чтобы он рисовал. Штрижки можно сделать сверху, сниз или вверх. Как у него пойдет дело. Но, привет. Мне пишут привет. Большой привет. И теперь я советую, конечно, родителям сесть вместе с ним, например, мама или папа. И повторять то же самое с таким же темпом, удобным для ребенка. Вот так я повторяю, повторяю, повторяю. А после этого можно увеличить повторение. Я сейчас очень мало сделал, как бы, частоту этих полосочек. А теперь я рисую полосочек побольше. Я думаю, это уже для ребенка от 4-5 лет очень подошло бы развивать такую ручку. Таким способом. Линейный рисунок. Я думаю, в интернете можно найти много таких линейных рисунков. Мы рисуем, как бы, показываем, что наша белочка шерсть имеет. Она живет в лесу. В это время же можно заводить разные байки. Как хорошо белочка живет. Какая она добрая. Она боится лис. Она собирает орешки. И я все это повторяю, 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 повторяю. И получается, белочка. Еще не полностью. Потому что здесь я могу поставить точечки. А здесь полосочки. И носик нарисовать. И здесь полосочки. И все надо делать в полосочках. Задача сегодня. Весь рисунок таким сделать. Ручку. Начинаем. Можно сказать, ручку. Можно сказать, верхнюю лапку. Верхние конечности, как мне говорят некоторые делают. От обмена. Так. И вот так мы рисуем полосочки. Мы рисуем, как бы, одежку нашей белочки. И вот стараемся рисовать вот эти полосочки. И, конечно же, возьмите карандаш. Найдите какой-то помягче. Или супер мягкий. Или цветной карандаш. Или какой-то такой простой. Но чтобы он очень мягкий был. Мне кажется, чем мягче, тем лучше. Вот здесь лучше поставить точечку. И еще раз нарисовать то же самое. Я думаю, что нужно, конечно, подбадривать ребенка. Чтобы ему не было скучно рисовать как долго, долго, долго. А говорить, вау, как здорово. Смотрите, ребята, у нас получилось. То есть я, когда рисую рисунки на своем канале Рывы Гид, я всегда подбадриваю детей, показываю и обещаю, заверяю, что у них получится. Я думаю, что у них получается. Я вижу рисунки в ответ. И любое старание ребенка, конечно, лучше хвалить. И удовлетворять его возможности, что он это сделал хорошо. Сейчас я сделал здесь довольно мелко. Но можно их делать больше, больше, больше. Может быть, я так сейчас думаю, что можно в перерыве делать перерывы с таким рисунком линейным. Потому что, наверное, за 5-10 минут ребенку, а лучше занятия, по-моему, вести всегда, чтобы любой урок рисования длился 5 минут и не больше. И, наверное, можно такой же рисунок сделать не только карандашом. А для начала, к примеру, если это 3-4 года ребенку, можно сделать масляной пастелью, рисовать очень большие штришки. Вот сейчас я увеличиваю штришки. Мне кажется, это даже получше. Как бы легче будет ребенку. Мне всегда хочется, чтобы рисунок был настолько прост, насколько нужен. Вот именно полезные вещи он бы дал, а остальное не утомил бы ребенка. Теперь я здесь рисую тоже полосочки. Везде-везде полосочки, полосочки, полосочки. Здесь тоже полосочки. Такой же рисунок получается. Мне очень нравится, но я вижу, что нужно еще больше полосочек. Но получается такая вот лисичка. Ой, не лисичка, а белочка. Нарисовали? Теперь нарисуем здесь. Вот так вот ушки. В разные стороны ушки топорщатся. А у белочки есть вот такие вот косички. Или не косички, а кисточки. И здесь нарисую. Вот такая белочка у меня получилась. Это такой простой урок рисования для родителей. Я так думаю, что в принципе такие уроки. Я нашел этот урок в интернете. Я захотел это повторить. Мне было интересно. Кое-где можно добавить точечек. Вот так рисуем точечки. Вау! Получается просто. Так. Такой рисунок. Он действительно простой. Я скажу, что ролики я постараюсь сохранить на Ютубе, чтобы они тоже сохранились. Здесь можно добавить точечки. Можно нарисовать семечки. Можно нарисовать орешки. Такие круглые. И все, мне кажется, нужно упрощать. Листочки. Получается такая вот белочка. Спасибо, что рисовали со мной. Спасибо, что родители интересуются этим. Мне это нравится. Можно нарисовать еще даже, я считаю, не ручки, а лучше нарисовать такие вот когаточки. Мне кажется, белочки когаточки. Отлично. Мне нравится, что получилось. Сегодня я нарисую еще несколько способов, уроков рисования таких простых. Я их нашел тоже в интернете. Я что-то придумываю сам, что-то ищу. И мне это нравится. Я рисую и занимаюсь этим время от времени. Вот сегодня я потрачу на это, может быть, часок. И мне кажется, это будет интересно и мне, и вам. Спасибо, что остаетесь со мной. Я сейчас ставлю на паузу и продолжу через минут пять.